Доброе утро всем! Я тут немного разбираюсь вот здесь. То есть здесь такой у меня бардак. Я уже позавтракала. И что-то мне вот сейчас захотелось, скажем так. Как раз мусор у меня, пластик надо выкинуть. И картон. И вот место освободилось. И сейчас пойду. Ну я так начну убираться, скажем так. Потому что надо пойти с чатли погулять, выбросить этот мусор. В общем, вот такие планы у нас. Пока что. А потом на барбакуа, на барбакуа. Я позанималась. Все сделала. Сейчас буду насаживать шашлычок. У меня есть вот такие шпажки. Вот. И пойдем разгонять, разгонять. Нет, разжигать огонь. Курчатки насаживаю. И кушать. Время уже час. Салатик сделаю. В общем, сейчас посмотрим, что, почему и как. Музыка. 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 шашлычок насажен там еще вот такое мясо на кости я его посолила по специями обмазала вот из мяса нам хватит на двоих сейчас нарежу салатик какой-нибудь вкусненький сайсбергом помидоры лук а мне же еще пиво лежит и вино в общем всего дофига будем отмечать праздник хотя великий пост благовещание праздником вас всех вот немного опоздала я с поздравлениями но мне подписчица вчера сказала что про сегодня будет праздник уже ночью спасибо большое что оповещают меня потому что я в праздниках церковных профан вот грибочки прям просто порежу наверное и положим вот так чтобы они там поджарились огонь на шерзал мой ранды но а это наш стол им проведения потом его поближе подвину а потому что сейчас махает и туда всякие ошметки летят а вот наш стол сейчас сюда стулья поставлю вот этот стол и вот тот большой сосед там тоже шныряется на балконе ведет балконную жизнь у нас сейчас в испании балконной жизни с видом на море кстати на улице тепло хорошо у всех балконная жизнь балконно-крышная у нас все на своем месте поляна накрыта гляньте но король у нас вот этот ус лег все увидел мою это я так как занималась оставила здесь и он лежу улегся там сосед музыку какую-то слушает наркоманскую и с ребенком играет того на фото вот такой у нас импровизированный стол всем приятного аппетита я вас потеряла а вы тут лежали проветривались развесила белье вот знаете у нас же сейчас страстная неделя идет сегодня какой день вторник или понедельник не вторник я вчера магазин ехал ездил и в общем у нас на этой неделе читаю вот сейчас фейсбук и везде города вот прибережные закрываются чтобы въезд был ограничен полиция везде патрульные стоят нот как я ездила вчера что ли я ездила подаешь мне уже голове все это но на работу то помните я вам говорила что я туда проехал нормально вроде думаю что никаких нет полиции обратно ехал уже были посты в общем да потому что люди хотя выходные будут у нас много хотя какие выходные так все дома сидят никто не работает странно как-то это все и все прутся к морю а к морю как ты туда пойдешь если там тоже все закрыто как люди вообще какие-то странные да мы тут живем буквально в трех километрах я море вот вблизи не видела уже месяц вот вчера посмотрела это издалека и все нормально а люди смотри да прутся до чтобы на на пляжу что ли подзагорать или они вообще как думают какие-то странные люди вообще у нас знаете сегодня все продолжает заражаться все про смертей вроде бы как падала падала сегодня опять очень много зарегистрировано смертей от этого дурацкого вируса два дня на улучшение три дня на ухудшение в общем да как-то и конца и края нет все только говорят вот вот уже вот вот а когда это вот вот не поймешь ну пока наслаждаемся вот вот такими видами если не думать знаете если не думать о том что сидишь без работы и тебе нужно платить за все то можно просидеть хоть сколько но так как потом придется возвращаться надо работать платить сейчас вот в этих числах я только что и делаю плачу плачу везде все кругом плачу сидя дома за мою работу я везде плачу свет заплати воду заплати минималку все равно никто не отменял хотя они минималку платила вот за те месяца аренду плати страховое социальное плати все плати но этот месяц еще заплатишь нормально но это же неизвестно еще сколько нам сидеть то есть апрель еще точно сидеть нихрена и знаете все говорят но тебе же типа государство заплатит это еще совершенно не точно что мне государство что так заплатит обещали да ну и что еще это не сто процентов что мне кто-то что-то там заплатит вот когда заплатят тогда я и буду как говорится спокойно душа моя успокоится а пока только вот из-за промок слышите моего чуть разрывается ну и вот если об этом не думать то можно и просидеть и месяц и два и три и десять как бы он на крыше поставлю себе шезлонг и буду загорать когда солнце выйдет на этой неделе по моему его не обещают солнце хотя вот так вот хорошая погода ветра нет и прям зашибись чарли мне тут огород это похоже для чарли смотрите как цветет скоро зацветет вместо цветов будет салат не поела ну зато вот цветы будут у меня одно другому не мешает а вообще я знаете сейчас я фруктов овощей не купила фруктов вообще нет одно гнилое яблоко хочу сходить к индусу а еще вам расскажу про чем к индусу в общем за фруктами обуви овощи овощами у него после обеда никого не бывает вы знаете все без работы без работы но у нас кто на огородах ну на плантациях как называть парниках ну например собирать клубнику сейчас муж мала поспевает потом в общем сезонно сейчас вот прям работа кипит чтобы собирать овощи фрукты и знаете рук рабочих не хватает в испании почему потому что на этих работах на вот именно на земле работали все приезжие там румынцы я знаю приезжали специальному там на сезонную работу а так как сейчас въезд и иностранцев запрещен то работников нету а испанцы сильно то не книги не бегут на эти работы как бы они кричат вот и нас типа как это бежен иностранцы там отбирают у нас на работу а потом когда работа есть они не хотят там работать потому что это тяжело на земле работать это очень тяжело даже те же самые помидоры собирать это очень тяжело и вот сейчас агрикультуры которые как бы типа говорят приходите работайте вы кричите что работы нет вот вот работа берите не хочу не хотят лень матушка хотят сразу все в директора сразу править хотят так вот такие вот дела как же пахнет вкусно ополаскиваете так белье вкусно пахнет куда свежего и стирена ладно пускай она сушится сейчас все равно через часик я сюда приду заниматься и чай может быть частей не пошли кофе кофе так сказала вам немножечко то почем я уже из душа уже с по занималась из душа вышла все все продолжаю потеть и остываю очень долго вот я посчитала никакой экономии я то что плачу за спортзал плачу за газ потому что раньше-то я в спортзалезы душ принимала сейчас дома а душ я принимаю так активно скажем так ну ладно не в этом дело я зашла после прогулки с чарли нет не во время прогулки чарли дошла до фруктового магазина индейец там у нас продает индейец индиец инде индиец держит этот фруктовый магазин вот я же он говорил 150 раз в общем что купила вот мушмалу смотрите хочу попробовать вкусно не вкусная такие груши так у нас время хлопать надо будет идти без пяти еще время есть дыня сейчас срежу вот это сверху срежу ну чтобы на всякий пожарный это мне груши вот такие три яблока и бананы и все больше ничего и не купила что-то ничего не было выбор но и в прошлый раз как-то заглядывал не заходила витрин у него у него огромный магазин а вот лишь большая витрина и я такая это уже все полежала на воздухе потому что я ходил уже давно говорю это заниматься и в душ сходить и все на свете и так хочется хочется пить 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 а сегодня какая-то алкашка была и вот она а я хочу а я хочу не русский не русская и не испанка там такая знаете алкашка алкашка лицо красное опухшее разговаривает так вот а я чё а я чё а я чё думаю ли да когда же ты уйдешь оттуда вот и а я чё и я чё и наверное минут 10 стояла это чё я пока я на улице стояла ждала когда она нас смотрится на овощи и фрукты и вот так не знаю мушмалу поем и кусочек наверное дыни попробую вкусно невкусно и пойду сейчас хлопать мы тут наверх зашли послушаем как тут хлопают что-то как-то это сейчас все под это подойдут подойдут как всегда восьмый часовой венгла ну керет аплоди не керет Я похлопаю. Встретимся с вами завтра. А я пошла, муж мол, лопать. Всем пока-пока и будьте здоровы! Пока-пока!